Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ Передается слов Абу Хурейры, рази Аллаху Анну, что Пророк, алейиссаляту вассалям, сказал Незадолго перед днем воскресенья людей соберут три группы, то есть это станет последним из великих предзнаменований грядущего дня воскресенья. Далее, первые окажутся желающие и боящиеся, то есть имеется в виду люди, надеющиеся попасть в рай и боящиеся наказания Аллаха. Далее, во второй те, которые будут сидеть по двое, по трое, по четверо и по десять человек на одном верблюде, что же касается остальных, то их соберет огонь. То есть это означает, что огонь погонит к месту сбора. Далее, который будет вместе с ними там, где они заночуют, и там, где они остановятся на полуденный отдых, и там, где они встретят утро, и там, где их застанет вечер. Смотрите Мухтасар Сахих Муслим 61, книга о дне воскресенья, хадис номер 1927, хадис достоверный. Вопрос. В каком возрасте будут воскрешены люди в сотный день? В том, которым ушли из жизни? Или все будут одинакового возраста и в одинаковом виде? Говорят, что в день воскресенья мы будем с ростом Адама и необрезанными. Так ли это? Как известно, все мы в этом мире пребываем временно. И рано или поздно каждый из нас покинет его. Этого не отрицают даже атеисты, хотя не все верят в то, что мы будем воскрешены в сотный день. Однако разумный человек не только верует в сотный день, но и всю земную жизнь только и готовится к этому дню. Как мы знаем, человек умирает так, как живет. И каждый человек будет воскрешен согласно тем убеждениям, с которыми он покинул этот мир. И в таком образе, в котором он умер, то есть ушел из этой жизни. Потому каждый человек будет воскрешен со своими благими и греховными деяниями. Что же касается того, что мужчины будут в день воскрешения необрезанными, то это правда. Об этом свидетельствует хадис пророка, алейиссаляту ассалям. Передает, что Аиша, разя Аллаху ангум, сказала. Однажды я услышала, как посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал. В день воскресенья люди будут собраны босыми, нагими и необрезанными. И спросила, о посланник Аллаха, неужели мужчины и женщины окажутся вместе и будут смотреть друг на друга? Он сказал, о Аиша, им будет слишком тяжко, чтобы они смотрели друг на друга. Смотрите Мухтасар Сахих Муслим 61, книга от Невоскресенья, хадис номер 1971, хадис достоверный. Дорогие братья и сестры, у кого есть инстаграм, просим поддержать нас и подписаться на инстаграм Ислам ТВ. Иншаллах, там будем каждый день выставлять полезные статьи. Ссылку на инстаграм оставлю в начале описания. Всевышний Аллах, кого пожелает, того введет в рай по своей милости. И кого пожелает, введет в ад по своей справедливости. Об этом свидетельствует хадисы пророка, алейиссаляту ассалям. От Джабира, рази Аллаху ангум, передается, что посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал, «Каждый раб Аллаха будет воскрешен в том состоянии, в котором встретил смерть», передал Муслим 2878, Ибн Хиббан 7313. Что же касается того момента, когда люди после чтения книги деяний и расчета за свои деяния будут входить в рай и ад, то обитатели рая будут в самом лучшем образе, и каждый из них будет в возрасте 30 или 33 лет. Передается слов Муаза ибн Джабаля, рази Аллаху ангум, что пророк, алейиссаляту ассалям, сказал, «Войдут в рай обитатели рая без волос на теле, без бороды, черноглазыми в возрасте 30 или 33 лет», Передал Тирмези 2545. Обитатели рая войдут туда в самом прекрасном и совершенном обличье. Они будут выглядеть так, как выглядел их праотец, Адам, алейиссалям. Каждый вошедший в рай будет походить своим внешним видом на Адама, а он будет ростом с высокую пальму, 60 локтей. Что же касается людей с ростом Адама, алейиссалям, об этом свидетельствует хадис пророка, алейиссаляту ассалям. Адабу Хурейры, рази Аллаху ангум, передается, что пророк, алейиссаляту ассалям, сказал, «Всевышний Аллах создал Адама, ростом которого равнялся 60 локтям». А потом он сказал ему, «Иди, поприветствуй этих ангелов и послушай, как они поприветствуют тебя. И отныне это будет твоим приветствием и приветствием твоих потомков». И Адам сказал, «Ассаляму алейкум», то есть «Мир вам». Они же ответили ему, «Ассаляму алейка ва рахматуллах», то есть «Мир тебе и милость Аллаха», добавив к его приветствию слова «И милость Аллаха». «Каждый из тех, кто войдет в рай, будет иметь облик Адама». То же касается людей, то со времени сотворения Адама и до сих пор они продолжают уменьшаться в размерах, то есть в росте, передал Бухари 3326, Муслим 2841. Ну вот, теперь вы еще и узнали, что означает слово «Ассаляму алейкум» и кто его первый произнес. Кто знал об этом, напишите об этом в комментариях. И помните, все люди в зависимости от прожитой жизни будут воскрешены в судный день по-разному, то есть выражаясь современным языком, будет применен индивидуальный подход к каждому человеку. Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям, и его сподвижников, и его семейство. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.